Восьмилетняя Одесса – большой специалист по поиску взрывных устройств на любых видах транспорта – от автомобилей до самолетов. Вместе со своей наставницей, кинологом Анной Самойловой, собака работает уже шесть лет. Чтобы обнаружить в сумке взрывчатое вещество, рассказывает Анна, Одессе нужно не более десяти минут. Мы приехали, я сама визуально посмотрела, применила собаку. Собака достаточно быстро все это обнюхивает и ищет. А если это уже будет, к примеру, транспорт какой-нибудь, либо автомобиль, либо это поезд, то тут уже все в зависимости от масштаба. На праздники, которые организовали для ребят в детском лагере «Юность» сотрудники Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, Одесса произвела настоящий фурор. Она не только блестяще демонстрировала свои умения, но и с удовольствием играла с детьми, а также стала главной героиней конкурса рисунков. Не ложить камни под поезд, чтобы не сошел поезд с рельс. А почему все это необходимо делать, знаешь? Да, чтобы соблюдать правила дорожного движения, потому что может сойти поезд и пострадать люди. Когда поезд едет, надо осторожно, не заходя за желтой линией, стоять на платформе. И никогда не переходить железные пути в наушниках. У несерьезного с виду мероприятия серьезная воспитательная нагрузка. Рассказать подросткам о правилах безопасного поведения на железной дороге. Данное мероприятие вообще предназначено для предотвращения случаев травмирования на объектах железнодорожного транспорта. То есть перед конкурсом для детей была доведена информация о правилах поведения, мерах безопасности на железной дороге. И о необходимости неукоснительного соблюдения этих правил для предотвращения детского травматизма. В игровой форме дети лучше запоминают информацию, считают инспекторы по делам несовершеннолетних. Поэтому подобные праздники проводят регулярно, чтобы лишний раз напомнить и детям, и взрослым. Железная дорога – не место для игр и развлечений. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.